Всем привет! С вами Ирина и канал MyDIY Life. И это садовый влог. Под одним из моих прошлых видео кто-то написал мне комментарий относительно программы Розы в саду, которую я вела много лет назад на канале Загородная жизнь. У меня там был выпуск, посвященный любимым сортам роз. И вот одна из зрительниц мне написала, что было бы интересно сравнить самые любимые сорта роз тогда и сейчас. Мне это показалось действительно интересным, и я пересмотрела тот выпуск. Результаты, честно говоря, меня шокировали. У меня совпало три сорта из десяти. Причем некоторые сорта, которые я смотрела, о которых я рассказывала в программе, я смотрела и думала, у меня были такие розы. Я даже не помню эти сорта сейчас. Но я думаю, что это нормальная абсолютная ситуация, что со временем и предпочтения меняются, и сорта любимчики могут меняться в зависимости от того, как роза ведет себя в саду. Потому что если сорт красиво обильно цветет, то вы, конечно, автоматически сразу его записываете в любимчики. Ну а если он через несколько лет начинает вести себя похуже, плохо цветет, болеет, не знаю, условия для него какие-то не самые удачные оказываются, то, конечно, уже отношение к нему будет гораздо более прохладным. Поэтому я думаю, что это абсолютно нормальная ситуация, когда хит-парад роз меняется со временем. Ну и плюс, я думаю, что тут наложила свой отпечаток то, что мы снимали цикл программ. Я про розы рассказывала, про какие-то сорта в каждом выпуске. И мне, конечно, не хотелось повторяться. Поэтому вполне вероятно, что какие-то из моих любимчиков не попали в тот хит-парад именно по этой причине. Потому что буквально там, в прошлом выпуске или в позапрошлом я уже рассказывала об этой розе и не хотелось повторять еще раз. Но вот сегодня хочу рассказать, какие розы сейчас являются любимыми у меня в саду. Спустя, ну, наверное, около 10 лет почти с момента той съемки все поменялось очень сильно. Давайте начнем. Про Леонардо да Винчи я вам уже рассказывала в прошлом выпуске садового влога. Оставлю на него ссылочку, если вдруг кто не видел. Но, кстати, что интересно, в том хит-параде его не было. Хотя я упоминала этот сорт в перечне сортов бестселлеров, любимых сортов. Но в моем личном хит-параде тогда Леонардо да Винчи не было. Как это ни странно. Сейчас, формируя свой личный хит-парад, я руководствовалась, наверное, принципом, что если бы я переехала в новый сад, где у меня было бы очень ограниченное пространство, какие сорта я бы выбрала. Конечно же, в условиях ограниченного места будешь выбирать самые-самые, те, которые нравятся больше всего. Вот я сейчас, когда выбирала те розы, которые мне хотелось бы назвать любимцами, я бы руководствовалась именно таким принципом. Какой сорт я купила бы в первую очередь, если бы мне пришлось выбирать всего 10 роз для своего сада. И вот сейчас, наверное, на первых местах моего личного хит-парада 100% были бы мускусные гибриды. Я уже рассказывала вам про них в прошлом году. Я никогда не устану петь им дифирамбы. Я, честно говоря, очень удивлена, что в том моем хит-параде не было ни одного мускусного гибрида. Хотя в то время уже эти розы появились в моем саду. Но, видимо, были совсем недавно. Я еще не оценила все их прелести. Но сейчас я, честно говоря, положа руку на сердце, несмотря на то, что у них цветы нестандартные для роз. Они мелкие, они часто не махровые. Но благодаря необыкновенной обильности цветения, эффект, который создают эти розы, это именно вау-эффект, когда все гости, которые приходят в сад, и, кстати, все зрители, которые смотрят мои ролики, когда я снимаю на фоне каких-то роз, они всегда первым делом обращают внимание именно на мускусные гибриды. У меня сейчас в саду где-то 6 или 7 сортов. Все я очень люблю. На первых местах, наверное, это балерина. Она у меня есть и в штамбовой форме, и в кустовой. Я вам про нее уже рассказывала, но не устану петь ей дифирамбы, наверное, никогда. Потому что она сочетает в себе вот все-все, что мне хотелось бы видеть в самой-самой лучшей розе в саду. У нее красивый компактный куст. Она, кстати, необыкновенно хороша на штамбе, благодаря тому, что куст компактный, такой более-менее шаровидный. И штамп получается таким цветущим облачком. Цветет она так обильно, что не видно листьев. Поэтому я ее просто обожаю. На втором месте Моцарт. Он очень похож на балерину. Чуть-чуть поярче цветочки. Но вот форма куста у него абсолютно другая. Я его веду как невысокую плетистую розу. Вот сейчас я сижу на его фоне. Я его облокачиваю на невысокий обелиск. И вот в таком виде он смотрится необыкновенно изящно, красиво. Он у меня растет в достаточно сильной полутени и цветет менее обильно, чем балерина. И кроме того, кисти у него, как вы можете заметить, немножко более рыхлые. То есть тут уже не идет речь о цветении таком, что не видно листвы. Но тем не менее, роза очень красивая, изящная и цветки долго держатся. В прошлом году, когда я вам показывала этот штамп, это сорт розы Heavenly Pink, мне многие писали, что штамп некрасивый и что он похож на веник. Но, несмотря на это, я очень люблю этот сорт. У него необыкновенно нежные, маленькие вот эти густомахровые розочки. Они просто в самое сердце меня поразили в свое время. И до сих пор я его очень люблю. Но что интересно, Heavenly Pink у меня на штампе чувствует себя намного лучше, чем в кустовой форме. Причем у меня эти два куста растут рядом. Штамп и в ножках у него куст. Посажены они в одно время, в один год. Но если штамп уже, как видите, вот такой огромный разросся, то кустик до сих пор очень скромный, очень маленький, нарастает плохо и цветет неохотно. Не знаю, с чем это связано. Возможно, неудачный саженец попался. Хочу в этом году попробовать взять черенки именно от штамповой формы и вырастить его уже на своих корнях. Потому что я думаю, что мускус будет хорошо себя чувствовать именно при выращивании на своих корнях. Потому что эти розы очень выносливые и неприхотливые. Но могу сказать, что цветет он именно в штамповой форме. У меня очень обильно, очень красивые вот эти розочки. Конечно, не так обильно, как балерина. Опять же, тут не идет речь о том, чтобы не было видно листвы за цветами. Но при этом хочу отметить, что растет у меня этот штамп в полутени. Возможно, с этим связано менее обильное цветение. Если бы он рос на полном солнце, я думаю, что он свел бы еще более обильно. Но даже в таких непростых для роз условиях выглядит он очень красиво. И, по-моему, совсем не похож на веник. Он объемный, он красивый. А после дождей вот все вот эти нежные цветочки очень изящно и грациозно поникают, что мне тоже очень нравится. Одно из немногих совпадений среди моего хит-парада тогда и сейчас это Остинга Golden Celebration. Честно говоря, вам особенно нечего сейчас показывать, потому что кустик у меня молоденький. Я его посадила только в прошлом году, пересаживала. Он очень долго приходил в себя после пересадки, потому что куст достаточно старый. Я его сильно обрезала. В общем, цветения сейчас, конечно, шикарного нет. Но все равно очень люблю этот сорт за нежнейший янтарный цвет цветков, за волшебный совершенно аромат. При этом цветки достаточно крупные. И, несмотря на то, что сейчас он у меня не в лучшей форме, все равно считаю это одним из самых удачных сортов Дэвида Остина. По соседству с Golden Celebration у меня еще один Celebration, который я тоже очень люблю. Это Jubilee Celebration, тоже сорт селекции Остина. Люблю его за цвет. Очень красивая, необычная окраска. Он сверху розовый, а изнанка у него янтарно-желтая. Очень необычное сочетание. Люблю такие розы. Цветки крупные, ароматные, хорошо охотно цветет. Повреждается дождями, но, в принципе, не критично. Вот сейчас у нас пару дней были ливни, и на некоторых розах прям много окуклившихся цветочков. Ну, а здесь буквально, может быть, один-два. Все остальные цветы, в общем-то, в хорошей пристойной форме. И мне кажется, что это один из тоже самых удачных сортов Остина. Далеко не все остинки мне нравятся, потому что некоторые, конечно, очень плохо себя ведут в саду в наших дождливых условиях. Остин никогда не заморачивался с устойчивостью к дождям, к сожалению. И вот показывала вам Дездемону в прошлом видео. Она боится жары, боится дождя. Вида никакого, хотя сорт и новый, но буду от него избавляться. Ну, а вот Jubilee Celebration советую завести, если вдруг у вас его нет, и если вы любите розы старинной формы, то, потому что сорт действительно очень достойный. Куст у него фонтанчиком, цветочки паникают. Не все это любят, но с такой формой смотрятся очень изящно. При этом, ну, паникают не могу сказать, что прям очень сильно. То есть они смотрят в сторону, а не вниз, не мордой в салат. Так что тоже роза очень эффектная, очень ее люблю. И хочу сразу вам сказать еще про один сорт, который мне очень нравится, но которого у меня сейчас, к сожалению, нет. Я его потеряла. Это Princess Alexander of Kent. Очень крупные цветки. Для Остина это редкость, потому что обычно, ну, вот такие цветы, это уже достаточно крупные. Как правило, они мельче. Ну, а принцессы Александры, они достигают 15 сантиметров в хороших условиях. То есть прямо такие огромные цветы, очень красивые. Но, к сожалению, при пересадках потеряла этот сорт. Буду восстанавливать, но, тем не менее, считаю его тоже одним из самых удачных. Продолжаю тему любимых Остинок. Я сейчас рядом с сортом Кронпринцесс Маргарета. Раньше никогда не относила ее к своим прямо самым-самым любимым. Но эта роза у меня уже очень много лет. Это одна из старожилов моего сада. Она растет на этом месте уже, бог знает сколько лет, 12 точно. И подкупила она меня своей жизнестойкостью и неприхотливостью. У меня здесь полутень, причем такая достаточно жестокая для рост. Далеко не все сорта хорошо себя чувствуют в таких условиях. Но, несмотря на это, каждый год она цветет. Цветки вроде не очень крупные, но они в кистях. То есть на одном побеге сразу там 3-5 цветков, которые распускаются по очереди. И получается, что несмотря на то, что вроде и цветочки не очень крупные, вроде и цветение не супер обильное. Но за счет того, что она цветет постоянно, все время на ней есть цветы. Плюс изящный, поникающий куст. Для кого-то это будет тоже минусом. Но я такие розы люблю. Она какая-то очень вся грациозная, воздушная. И благодаря вот этой ее жизнестойкости и неприхотливости, в итоге я ее, наверное, записываю все-таки тоже в свои любимцы. Потому что далеко не все розы так долго и стабильно показывают себя хорошо в саду. Бывают какие-то, знаете, что один год она цветет хорошо, другой год цветет совсем никак. В какие-то годы куст здоровый, в какие-то годы куст болеет. Ну, а вот это такая хорошая рабочая лошадка. Это, конечно, не на первых местах хит-парада будет розы. Но абсолютно точно будет. Потому что она не болеет. Она постоянно стабильно цветет. И, в общем-то, цветы у нее, хотя и не крупные, но очень нежные, красивые. Мне очень нравится такой мягкий, спокойный оттенок желтого. На Golden Celebration похож цвет, но посветлее. А совсем старые цветочки выгорают до таких совсем нежно-сливочных. Так что вот такая вот очень нежная красавица, которую я тоже записываю в свои любимчики. Рядом с Crown Princess еще одна моя любимица. Это Мэри Рос. Я уже немножко показывала вам ее в прошлом видео, когда рассказывала про астранцию. Они у меня здесь сидят, делают такое сочетание тон в тон. Люблю ее за то, что, во-первых, она, опять же, очень неприхотливая. Я к некоторых пор стала ценить это качество в розах. Бывают розы более уходные и менее уходные. Вот Мэри Рос – это тот сорт, который простит вам некоторую небрежность в уходе. Даже если вы не будете вокруг нее прыгать каждую неделю с прополками, подкормками, обрезками, она будет вас стабильно радовать. Она очень хорошо себя чувствует в полутени. Это тоже то качество, которое я очень ценю в розах. Потому что у меня в саду, к сожалению, много полутени, с которой ничего я не могу сделать. Поэтому приходится подбирать те сорта, которые хорошо себя чувствуют именно в полутени. У нее достаточно крупные цветки. Она, конечно, растрепа. Немножко небрежная, но небрежность – это какая-то очень милая и красивая. У нее очень приятный, спокойный розовый оттенок, очень чистый тон. Если Леонардо у него такой немножко грязноватый все-таки розовый, то здесь прям вот такой нежный, нежный чистый оттенок холодного розового цвета, который шикарно сочетается, кстати, с синими цветами. Та самая герань грузинская, которую я вам тоже уже показывала, с ней рядышком сидит. Очень нежно пахнет розовым маслом. Тоже такой абсолютно классический розовый запах. Обильное цветение. В принципе, очень пристойно себя чувствует при дождях. Хотя и немножко окуклившихся бутонов есть. Так что тоже вот такая вот неприхотливая рабочая лошадка для сада, которая будет стабильно вас радовать многие годы. Она тоже у меня здесь сидит очень давно. Я ее два раза перетаскивала. Она все это выдержала. Куст хороший нарастила. Несмотря на то, что полутень не вытягивается, отлично себя чувствует. Так что тоже смело ее записываю в любимцы своего сада. Список моих любимчиков был бы неполным без Анжелы. Я не очень люблю розы селекции кордоса. Мне они кажутся простоватыми. Но вот это редкое исключение. Я просто обожаю розы с цветками чашечкой. И у Анжелы как раз такие. Она очень обильно цветет. Сильная, выносливая и неболявая. У меня сейчас сильно разрослась яблоня рядом с кустами Анжелы. И в прошлом году было много яблок. Ветки яблони сильно паникали. И в результате Анжела на весь сезон оказалась в густой тени. Что, конечно, сказалось на росте. Очень плохо вышло из зимы. Сейчас приходит в себя. И поэтому выглядит не на пятерку. Но уверена, что в итоге все будет хорошо. И она еще порадует меня шикарным цветением. Отвлекаясь от темы роз любимчиков, хочу рассказать про Джеймса Гэллоуэя. Тоже сорт Остина. Никогда не относила его к своим любимчикам. Потому что сорт очень капризный в плане ухода. Потому что у него, конечно, безумно красивые цветки. С необычной вот этой волнистой фактурой лепестков. Очень они мне нравятся. Но при этом очень часто эти цветки прямо вот милипусечные. Мелкие-мелкие. И добиться достаточно крупных цветов. И при этом достаточно обильного цветения от этого сорта. Мне часто не удавалось. Я пробовала по-всякому его обрезать. Пониже, повыше. Всячески экспериментировала. Но далеко не каждый год он красиво себя показывал. Но вот в этом году, на удивление, хорошо цветет. И цветки достаточно крупные. Я его низко обрезала в этом году. И очень обильно кормила конским навозом по весне. Весь он замульчирован навозом, как все мои остальные розы. Ну и плюс, я думаю, что внесло свою лепту то, что у нас очень жарко. И при этом очень влажно. Постоянные дожди. То есть вот это сочетание обильных подкормок. Большого количества влаги и большого количества солнца и тепла. По-видимому, и дало толчок ему для того, чтобы он хорошо цвел. Поэтому я думаю, что этот сорт очень хорошо себя будет чувствовать где-то в южных регионах. В Ростовской области, в Украине, где потеплее, чем в Подмосковье. И при этом его нужно прямо как на убой кормить для того, чтобы он хорошо и красиво цвел. Ну, а не считая вот этих капризов с уходом. Роза, конечно, очень красивая и необычная. Очень сильно отличается от других сортов Остина. Ну и вообще от всех сортов, которые я знаю. Это, знаете, один из немногих сортов, который абсолютно стопроцентно узнаваем. Если показать просто цветок. Бывают розы, которые показывают цветок. И с первого взгляда не поймешь, что это за сорт. Потому что есть очень много похожих. Нужно смотреть уже характер куста, размер цветка. Ну вот по фото непонятно. А Джеймс Гэлвей, он очень характерный. И вот один из немногих очень оригинальных сортов. Которые абсолютно стопроцентно узнаваемы даже по фото. У него, кстати, очень приятный тоже оттенок розового. Если у Мэри Рос он чистый, холодный розовый тон. То у Гэлве розовый потеплее. Не всегда это понятно по фото. Но если вот сравнить цветок Джеймса Гэлвей и цветок Мэри Рос. То видно очень хорошо разницу вот в этих розовых оттенках. Такие красивые нюансы. То есть это тот розовый цвет, который здорово подойдет в цветник с желтыми, абрикосовыми, оранжевыми розами. Именно благодаря вот этой теплинке в оттенке. Хочу поделиться с вами. У меня в этом году совершенно невозможный урожай голубики на одном из кустов. Я не знаю абсолютно с чем это связано. У меня два куста в разных местах сада. Один всегда плодоносил более обильно, чем второй. А в этом году все ровно наоборот. На том кусте ягод совсем немного. А этот просто весь усыпан ягодами. Я не знаю, как этого добиться специально. Но я, конечно, очень рада, что так оно получилось. Я надеюсь, что дрозды не лишат нас удовольствия поесть голубики в этом году. Я думаю, вы заметили, что я не очень большая поклонница Моны Розариев, когда в цветнике одни только розы. Больше люблю миксовать их со всевозможными многолетниками. Мне кажется, что в саду именно сочетание роз с другими растениями смотрится максимально эффектно. Я очень люблю розы и с хвойными, и с многолетними растениями. И тут возникает момент сочетания, красивых сочетаний роз с всевозможными другими растениями. И, наверное, мой самый любимый цвет, если говорить именно о цветовых сочетаниях с розами, это всевозможные синие и фиолетовые многолетники. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что в самих розах нет синего пигмента. Кстати, знаете, если кто не знает, что синих роз не бывает на свете, потому что у роз отсутствует ген, который отвечает за тот самый фиолетовый цвет или синий. Поэтому розы могут быть сиреневыми, пурпурно-сиреневыми, пурпурно-фиолетовыми, какие-то чуть-чуть приближенные к фиолетовому цвета. Но настоящего фиолетового или сиреневого, прямо синего-сиреневого цвета в розах никогда не будет. Так вот, возвращаясь к теме сочетаний, очень мне нравятся, да, именно фиолетовые и синие многолетники в сочетании с розами. Очень хороши колокольчики. Мой последний фаворит – это колокольчик с очень крупными фиолетовыми цветами. Я опущу его название по экрану. Сами колокольчики очень крупные, но при этом кустик небольшой, аккуратный. Его вполне можно подсаживать в ножки к розам. Он не слишком сильно ползет и, в принципе, очень пристойно себя ведет. Мой второй любимый вид многолетников – это ирисы. Но ирисы не бородатые, а либо японские, либо сибирские. Они цветут попозже, чем бородатые, чем наши традиционные ирисы, которые, я думаю, все больше знают. И попадают как раз в тот момент, когда зацветают розы. Вот сейчас у меня расцвел японский ирис. Они не очень хорошо себя чувствуют в условиях Подмосковья, нуждаются в укрытии. Но это даже плюс, потому что они попадают под укрытие вместе с розами. Их несложно укрывать, получается. А цветки у них, конечно, очень хороши. И вот фиолетовые ирисы с розовыми розами – это прям потрясающе красиво. Очень мне нравится. У меня вот в цветнике, у меня за спиной, сорт отелла. С такими фуксиево-розовыми яркими цветами. С фиолетовым ирисом шикарно просто смотрится. Ну и находка этого года для меня – это шалфей. Хотя, конечно, это никакая не находка. Это самое что ни на есть традиционное растение, которое в Англии, например, повсеместно сажают с розами, наряду с той же самой лавандой. Но если лаванда у меня не растет с розами совсем никак, потому что она любит много солнца и песчаную почву. А у меня глина и полутень большей частью, поэтому у меня лаванда очень быстро погибает. Шалфей тоже, в принципе, любит солнце и такую же бедную почву, как лаванда. Но пока он у меня растет, самые карликовые сорта я купила несколько сортов в прошлом году. Я думаю, что я пересажу на мою альпийскую горку. Они будут немножко перекликаться с пышным цветником рядом, чтобы не совсем уж альпийская она была, не диссонировала с окружающими цветниками. Ну а сорта повыше оставлю с розами. Буду надеяться, что все-таки они у меня не вымокнут, потому что это самая большая проблема для меня с подобными многолетниками. Ну и еще крупный многолетник, который тоже хорош с большими розами, например, с плетистыми или со штамповыми, это дельфиниум. Дельфиниум цветет немножко попозже, чем то, о чем я до этого рассказала. У меня вот только-только начинает расцветать. Но тоже многолетник очень красивый и колоссовидные соцветия, которые тоже хорошо сочетаются с розами, очень мне нравится. Я думаю, что в этом сезоне для розовода в Подмосковье будет очень сложный год в плане болезней. Потому что у нас с одной стороны очень жарко, а с другой стороны очень влажно, постоянные ливни. Это создает идеальные просто условия для всевозможных пятнистостей, мучнистой росы, ложной мучнистой росы. И поэтому, конечно же, сейчас очень важно проводить профилактику. Хочу поделиться с вами экологически чистым, очень удачным рецептом, который, к тому же, очень простой, абсолютно бесплатный. И который поможет вам и от болезней, и от вредителей. Речь идет о самой обычной крапиве. Крапива богата кремнием. И опрыскивание росы или других растений настойкой крапивы позволяет сделать их листья более жесткими и плотными. Что это нам дает? С одной стороны, более жесткие листья сложно прокусить. И поэтому всевозможные сосущие и грызущие вредители для гусеницы гораздо менее охотно будут есть ваши розы. А предпочтут пойти на листочки помягче. С другой стороны, листья рос, насыщенные кремнием, имеют более толстую, более прочную кожицу. И на этой прочной кожице гораздо сложнее угнездиться всевозможным болезнетворным грибкам. То есть та самая черная пятнистость, мучнистая роса, ложная мучнистая роса гораздо сложнее прикрепляется к поверхности листа и впоследствии разрастается там. Так что настойка крапивы получается таким лекарством два в одном и от болезней, и от вредителей. Если крапиву настаивать в течение двух недель, то получится к тому же еще и азотная подкормка. Ее разводят в соотношении 1 к 20 и опрыскивают потом розы. Ну а я обычно делаю упрощенный вариант. Я собираю полное ведро крапивы, заливаю его водой, чтобы вода покрыла листья, и выдерживаю в таком состоянии сутки. И потом вот этой крапивной водичкой, прямо неразведенной, как есть после суток настаивания, я опрыскиваю розы. Это является отличным профилактическим средством от болезней. В основном все-таки я это делаю именно от болезней. И помимо настойки крапивы, я опрыскиваю в порядке профилактики моей розы раствором фитоспорина. Конечно, это не поможет, если у вас уже весь розарий, например, поражен черной пятнистостью. То есть, если уже есть видимые признаки заболевания, таким составом нужно опрыскивать розы до появления каких-либо болезней. Для того, чтобы болезнь как раз не появилась. Ну а если у вас уже явные признаки заболевания, то тогда, конечно, придется пользоваться более серьезными химическими препаратами. Ну что же, я как обычно жду ваши вопросы и замечания в комментариях под этим видео. Ну а на сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok